Завершились любимые россиянами зимние каникулы. Праздничные выходные предоставляют возможность провести время с семьей, встретиться с друзьями и навестить близких. Об итогах новогодних праздников для жителей Верхневолочи узнал наш корреспондент Наталья Чекет. Восьмидневные новогодние праздники завершились. Жители Тверской области вышли на работу. Первая рабочая неделя оказалась очень короткой, всего два дня. Наша съемочная группа решила узнать, как провели свои каникулы жители областной столицы и чем им запомнились длинные выходные. Я уезжал. Встречал Новый год, я в санатории. Отдыхал, играл на гармошке для отдыхающих. Они пели, танцевали, все такое. Гуляли по Твери, ходили с детьми в театр, ходили. Вообще здорово было, хорошо, весело, только снега не хватает. Я хочу сказать, что мы много путешествовали, много ездили. Это объединение нашей русской души и наших родственников. Мы познавались друг друга, увидели, кто давно не виделся. Это очень приятные моменты в моей жизни. Сотрудники экстренных служб также подвели итоги праздничных каникул. В связи с начавшимся похолоданием и гололедом в середине праздничных дней в травмпункты по большей части люди обращались с ушибами. В принципе, все равно, праздник, как всегда, проходит стандартно. Основное, это бытовые травмы, как ни крути. Но вот в этом году все-таки присоединился еще и гололед, который не в ноябре начался, а уже практически в январе после Нового года. Всего в травмпункт при городской больнице номер 7 обратилось 225 человек. Из них травма получило 20 человек, ушибы 112. Это основная часть. Также горожане обращались с переломами, чаще всего лучевой кости. С повреждениями от взрыва петард, по словам специалистов, в травмпункт обратилось небольшое количество таверичан. С разрывом петард нескольких человек было, на самом деле. Ну, там небольшая рана на руках. И практически сейчас лечится, заживает. Там неделю-две сутки надо еще. Я думаю, они должны у нас проходить лечение еще. Основной проблемой для спецслужб стали пожары. За время праздника в Тверской области произошел 61 пожар. В результате погибло 4 человека. В сравнении с прошлым годом количество пожаров незначительно увеличилось на 2,5%. Количество погибших у нас снизилось практически в три раза. В прошлом году в период новогодних каникул на пожарах погибло 10 человек, к сожалению. Как пояснил Евгений Груздев, основными причинами возникновения пожаров стали нарушения при эксплуатации топительных печей, неосторожное обращение с огнем. Во время Рождества зарегистрировано одно происшествие на воде. В акватории реки Остречино, города Бежицк, пострадало два человека. Один скончался. В целом, больше происшествий не допущено. Личный состав ГИМС занимался профилактикой на воде. Также к этому вопросу подключались и пожарные гарнизоны, пожарно-спасательные гарнизоны, и надзорные органы, муниципальные органы власти подключались. Поэтому нам удалось сдержать обстановку под контролем. По итогам прошлого года и предыдущего года у нас обстановка также оказалась стабильной. Однако, как подчеркивают специалисты, подводить окончательные итоги еще рано. Есть граждане, которые до сих пор продолжают праздновать и за профессиональной помощью обратятся к концу января.